Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и прочитал те вопросы, которые вы задавали перед этим. И могу сказать, что наиболее такая вот острая проблема, которая стоит сейчас перед вами, это проблема взаимоотношений с вашим отцом, как это мне видится. По крайней мере, вот, а проблема взаимоотношений с вашим отцом, который вы до сих пор, как вы сами сказали, не любите и даже не ненавидите. Из-за того, что он ругал, как вы говорите, ругал он вас и вашу маму. И это проявление такого авторитарного характера его, вашего отца, я имею в виду. И, соответственно, если мы с вами говорим именно об этом, о некой такой авторитарности в отношениях с вами, допустим, то мы получаем в итоге человека, ну, то есть вас, довольно застынчивого, неразговорчивого, обидчивого, у которого есть проблемы с самооценкой и проблемы, видимо, с оболаживанием контактов с другими людьми. И в данном случае эта традиция, это ваше состояние, оно является нормой. Потому что, как правильно, у авторитарных родителей, ну, вырастают именно вот такие дети, которые не всегда и не совсем могут защищать свои интересы, свои взгляды, свои ценности. Ну, и вообще, не приучены к тому, чтобы как-то вот быть в реальной жизни, в самостоятельной жизни, одни-один. И я полагаю, что именно этот момент, я полагаю, что именно эта проблема является ключевой, чтобы ваш отец вас подавлял, подавлял вас, ваш личность, вас самого как такового. И это привело к вытеснению вами ваших сопренностей, вследствие чего вы всегда темно ненаволены, недовольны, всегда нервничаете, то есть проявляете свою неудовлетворенность. А тем, что любите сплетничать, например, это связано с тем, что вы так пытаетесь скомпенсировать недостаток очищения, недостаток очищения собственной значимости. Ну, по крайней мере, так мне это видится. Видится, я не претендуем обязательно на истину, но, по моему мнению, это очень правдоподобно звучит. Ну и, соответственно, вам необходимо при таком раскладе, вам необходимо прорабатывать на тему того, чего вы хотите, что вам нужно, что для вас ценно, что для вас актуально, и выяснять, что вы именно в себе подавляли, какие именно желания, какие именно проблемности вы подавляли в самом себе. И я полагаю, что это то, с чем нужно работать в первую очередь вам. Можно это делать через сновидения, через свободные ассоциации, методики есть. Все другие люди, пишите вы, делают меня каким-то нервным. Потому что в контексте других людей вы сравниваете себя с ними. Скорее всего. Вот. Как это, опять же, видится мне. И здесь уже нужно будет подумать о том, почему вы сравниваете себя с другими людьми. С чем связано то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Необходимо, как раз, вот этот момент и разобрать с вами. Потому что это очень важно. Для того, чтобы понять, что с нами происходит. Вообще, при вашей проблематике, я бы рекомендовал вам регулярную терапию с психологом. Потому что разбор детских родителей с психологами, проработка их. Это довольно длительный процесс и требует регулярной работы. Требует регулярного взаимодействия с психологом. И если вы не будете этого делать, если вы не будете на этом заотрять свое внимание, а вот так вот будете задавать определенные разводные вопросы, то ваша проблема в целом никогда не разрешится. Кроме того, вы пишете, что вам 40 лет. Это вот уже самый-самый такой крайний-крайний пик для терапии. Самый-самый крайний пик для терапии. Чтобы можно было вам как-то там помочь. Поэтому я предлагаю вам спешить. Я предлагаю вам немедлить и выбрать психолога на нашем сайте. И еще раз. Вначале вы прорабатываете детско-родительские отношения. Собственно, это основная ваша проблема. Потом, вероятно, вы анализируете ваши сны. Свои сны. Что вам снится, почему вам снится и так далее. Необходимо только вам не сном. Далее вы корректируете свое поведение и корректируете свои ценности. В частности, те ценности, которые, например, привил вам ваш отец. Это тоже очень важно. Это тоже очень важный момент. Вот так. Я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи.